МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как Вы считаете, что нужно сделать в первую очередь для недопущения повтора кемеровской трагедии? Ну, во-первых, надо всем, кто является хозяевами таких объектов, проектов, если это частные объекты, а если это бюджетные, то директорам и руководителям проверить самим и держать объекты в плане безопасности на должном уровне. Второе, всем надзирающим органам, в частности МЧС в том числе, конечно, более принципиально подходить к вопросам проверки. Не идти на поводу у самих руководителей и принципиально делать ту работу, которая может минимизировать угрозу безопасности. Ну и, конечно, одним из таких вопросов, мое обращение к жителям было, и многие сейчас присылают ответы, это, конечно, участие самых жителей и своей личной безопасности в улучшении качества обслуживания и так далее. Если мой комплекс, когда это все сделано, тогда я уверен, что мы быстрее эту задачу выполним. На этой неделе личный состав батальона военной полиции вернулся из Сирии к месту постоянной дислокации в Угушетии. Вы вместе с представителями Минобороны России встречали военнослужащих. Как они, справились ли они с поставленными задачами? По оценке Министерства обороны и, конечно, промых начальников, которые курируют направление этого батальона, наши ребята справились с задачей. Они выделяют все как лучшие из тех, кто там работает. Они участвовали на наиболее сложных направлениях, в зонах деэскалации, в том числе буквально вот сейчас нашумевшие ситуации в Восточной Гути, в том числе и в выводе боевиков, мирных жителей, в поставках или доставках гуманитарных грузов, помощи местному населению, поддержание порядка в том числе и распределение этих гуманитарных грузов. То есть реально ребята довольно серьезно там поработали, в том числе нашим батальонам было доверено и переправу через реку Ефрат, где довольно серьезно шли боестолкновения. То есть все это обеспечили наши ребята. Многие представлены государственным наградам, ведомственным наградам. Поэтому я доволен, что ребята хорошо поработали. И сегодня ребята отдыхают, и я думаю, что если команда будет, они снова поедут для выполнения боевых или других гуманитарных или миротворческих задач. А как там обстановка в целом? Обстановка сложная, ребята говорят, что сложная. Люди, конечно, попали под влияние этого сборища, так будем говорить, международного терроризма. Это ничего святого, ничего, просто лозунги исламские, а поведение швейтанское. Вот таким вот образом. Независимо от возраста, пола, любого, там, ребенок, женщины, там, старик, не старик, понравилось что-то забирать. Ну, то есть, настоящие вот такие, нехорошие, так называемые террористы, ну, конечно, люди довольны тем, что там, где они освободились от них, от этого гнета, давления. Конечно, они довольны, хотят жить мирной жизнью, побыстрее вернуться к мирной жизни. Ну, обстановка сложная, тяжелая, но она все равно там с помощью России идет на лучшую сторону, на изменения. На неделе вы встретились со студентами Ингурского государственного университета, которые создали импровизированный пресс-центр в ходе президентских выборов 18 марта. Все эти ребята являются активными пользователями соцсетей. Все-таки, как вы считаете, есть польза от интернета? И как прошла встреча? Во-первых, от интернета есть больше вреда, чем пользы. А если там не участвовать и не управлять процессом, то вообще там 100% вреда. Поэтому мы должны понимать, что мы с вами сегодня, завтра интернет не закроем, а можем только спланировать и активно участвовать в этих процессах интернетовских. У нас есть так называемый там, иногда нравится такое выражение, диванные войска, диванная гвардия, да? Быстрого реагирования, да? Ну, да, но это есть. Многие есть такие, которые там по 12 часов в сутки проводят там в интернете, да, а то и больше. Поэтому, конечно, и наша молодежь тоже не исключение. И перед выборами, и связано было не только с выборами, а вообще. И перед выборами мы это говорили. И если мы постоянно будем в интернет выкладывать только проблемы, которые реально есть, и никуда не денешься от этого, и которые еще надуманы, и тем более, то, конечно, мы должны еще научиться выкладывать что-то позитивное, хорошее. Чтобы в процентном соотношении позитива или негатива, чтобы мы не были там в негативе, а не в позитиве. Вот в этом плане это раз. Второе, через интернет мы можем показывать красоты, молодежь красивую, там. Та же девушка, когда себя или там своих подружек снимает, красивую девушку снимает, деньги учитываются неплохо. Те же красивых парней, однокурсников, те же там своих родных, близких, там, дом свой, там. Или кто-то по дороге на учебу обратно что-то красивое, хорошее снимает. Да, по дороге попадаются и некрасивое, нехорошее может быть. Где-то грязь, где-то чего-то, но вопрос как человек сам в душе. И когда это все выставляется, все показывает, конечно, при ингушетии много-много полезного, хорошего. А его в интернете и многие-многие находятся в других регионах со всего мира. То есть вот поэтому и вот эта инициативная группа, когда после моего очередного там обращения к студентам филологического факультета, вот они с инициативой выступили. Они сейчас выборы прошли, они продолжают работать. И для всех пример, это все не просто критика должна быть к этой молодежи. Я тоже читаю некоторые комментарии, как пытается некто обозвать этих детей. Ну, сразу говорю всем, кто обзывается в интернете или где бы ни было, есть даже детские кричалки, да? Ну, а если по-взрослому, тот, кто кого-то кем-то обзывает, нецензурно, то он в первую очередь сам этим является. Ну, это так наши предки говорили. Он в первую очередь говорит о своих родителях, которые его таким воспитали. Он дает, в первую очередь, оценку своему папе, своей маме. Почему? Потому что если папа, мама нормально воспитали, человек будет себя вести более чем корректно, воспитанно. А если он ведет себя некрасиво, значит, он дает оценку своим родителям. Поэтому вот это всем надо понимать, это одно. И второе, я сам не любитель, чтобы там дети, тем более, чтобы студенты писали там, вот какой у нас глава республики хорошая, какая у нас власть хорошая. Не надо это писать, я об этом и не говорил совершенно. То есть хорошим и плохим мы и сами там попытаемся там показаться или понравиться. Вопрос в другом, что если ты любишь свою республику, тенишь ее, тенишь эти 25 лет молодой республики, хочешь, чтобы было красивее, лучше, чтобы про тебя узнавали, то пиши везде про Ингушетию хорошие вещи. Про Ингушетию или про жителей Ингушетии хорошие вещи. Тогда будешь известен, тогда про тебя скажут, тогда в Хабаровске кто-то вспомнит, скажут, а то, что я видел. Кто-то там ссылку делал, я видел там, какие у вас красивые башни, или какие у вас красивые люди, или какие у вас там древние старики. Тогда это будет. А когда ты говоришь Ингуш, а там те скажут, а я видел там, как у вас там все плохо, ну а зачем это? Мы из этого состояния вышли, уже буквально уже как 5 лет вышли из этого состояния. И я сегодня имею моральное право, полное моральное право сказать сегодня, что самое тяжелое мы уже сделали, взрослые, сделали совместно с правоохранительными органами, сделали большим количеством долгих, долгих долгих, погибших наших ребят. Ну и ребят, которые приехали из других регионов, за нас воевали. Мы навели порядок, стабильность. До классического варианта условий жизни, как кому-то кажется, далеко или недостижимо. Но мы много-много делаем. Поэтому сегодня я имею морально право сказать молодежи, а давайте теперь вы, если раньше ингушетия звучала плохо из-за того, что были теракты, убийства и все остальное, а мы это все искоренили, давайте всем вместе, правительство своими задачами, а вы свободны о своих решениях и действиях в интернет-пространстве, давайте будем про хорошее говорить, чтобы про ингушетию больше говорили о хорошее. Вот как бы так. По данным на 1 марта 2018 года на наркологическом учете в республике состоит 1406 человек. Это на 45 человек меньше, чем в прошлом году. Об этом вам доложили на заседании антинаркотической комиссии республики, где вы отметили, что в регионе необходимо усилить меры по противодействию наркотической угрозе. Как эту работу сделать более эффективной? Ну, это мы возвращаемся опять же к одному из вопросов, когда говорим о безопасности. Мы все должны вместе, в первую очередь родные и близкие. У нас прямо соседи знают, там, тейпы знают, все знают, а папа, мама делают вид, что не знают и не хотят, чтобы народ узнал, что не опозорится. Есть у нас такие наркоманы, начинающие наркоманы. И вот эта медвежья услуга родителей, родных, близких, доводит до такого состояния, когда человек уже становится зависимым. Его же больше не исправишь. Какие бы там революционные вещи не проводили, процентом соотношений исправленных после того, как они становятся зависимы, очень мало. И поэтому, конечно, общество должно, родители, семья должна таких людей оберегать, если что-то происходит, убедить его, а если не убеждается, то принудить к лечению. Пока это можно сделать. Это первое. Второе. Из того, что вы сказали, там, тысячи с чем-то, но можно, это обычно так и делается по статистике, можно еще столько же добавить, которые не обратились, которые не пришли. То есть можно сегодня говорить, что у нас за две тысячи таких товарищей, а не тысяч с чем-то. Это так, ну, во всех регионах так. Но, тем не менее, я должен сказать, что у нас в разы меньше, чем по округу, тем более в масштабах страны. В разы меньше. Это тоже нас должно радовать. Ну, конечно, нас должно огорчать то, что все-таки эти сотни тысяч ребят есть, которые, часть из них зависимая, а часть которых можно излечить. И, самое главное, ту часть молодежи оберегать, которых хочет туда войти, везти тысяч. Здесь нужно больше и профилактики, и выступления, и, каким-то образом, и таких жестких мер по отношению к тем, кто занимается поставками и реализациями от этой гадости, от травы для наших жителей. В том числе и психотропные вещества. Любые, не важно. В Ингушетии в 2018 году будет построен автодорожный мост через реку Сунджа в селе Троицкое. Также реконструированы участки семьи автодорог. Это довольно объемная работа. На какие средства планируется реализовать вот эти проекты? Это федеральная программа будет или как? Это фонд, дорожный фонд. Это наш местный бюджет в том числе. И программы, в которых мы будем участвовать, в том числе по сельским территориям, по линиям Минсенхоза. Мы в этом году продолжим реконструкцию федеральной трассы. И к концу года мы должны получить на федеральной трассе как минимум три перехода надземных и один подземный для скотопрогона. И должны получить уже какой-то отрезок дороги, которую мы уже отреконструируем со стороны аэропортала, как у нас идет продолжение. И эта работа идет. А со следующим годом уже более объемные средства для того, чтобы выполнить поручение президента, в том числе Российской Федерации, о завершении реконструкции федеральной дороги по территории Ингушетии. Еще одна глобальная задача, я не буду сейчас цифры говорить, там уже Ингушет Аптодор, руководитель, уже об этом говорил. Я видел по телевизору, или на сайте у него это есть, где, что и как будет делать. Уже большего количества дорог реконструкция, ну и масштабно. Но у нас есть еще один вопрос. Мы в этом году, я думаю, что 14 числа это будет подтверждено, передаем ряд наших региональных дорог в федеральную собственность. То есть у нас на федеральной дороге будет уже чуть побольше. Сегодня у нас только одна дорога федеральная, а у этих уже будет две дороги. И в том числе въезд в аэропорт Магас от федеральной дороги. То есть это больше объем и снижение там нагрузки на бюджет республики. И в целом это помощь такая хорошая помощь федеральным центрам и Росавтодору. Вот такие задачи у нас стоят перед дорожным отраслью в этом году. На этой неделе председатель Верховного суда республики Брагим Фаргиев проинформировал вас о том, что с 1 июня этого года районы и городские суды республики начнут рассматривать отдельные категории уголовных дел с участием присяжных заседателей. Какие дела войдут в эту категорию и как это в целом отразится на судебной системе республики? Ну, какие дела войдут, это юристы лучше скажут. Нам сегодня нужно говорить о присяжных. Сейчас под руководством председателя правительства идет формирование списков присяжных, это большое количество людей, ну и, конечно, мы должны будем максимально с присяжными вести разговоры на тему того, чтобы они видели подсудимым не родственника своего, а кого-то из присяжных, что у нас обычно ломается на каком-то этапе. Мы же ряд решений по линии присяжных отменяли и выводили на более уже серьезный суд и осуждали и том, что это члены банк подполья. У нас целую группировку бандитскую, которая была сформирована, которая была доказана, бандитом, который отсидел в тюрьме, вышел, не понял, какую ему помощь, услугу государство оказало, и он успел убить, дал, что одного сотрудника, второго ранить, они успели, были уничтожены, а сама группа была задержана, пять человек или шесть, не помню, и присяжные из зала сюда отпустили их, продумав в тысячи причин. Я, конечно, не имею таких полномочий, но в таких случаях, мне кажется, надо отправлять туда родителей, тех, кто пострадал от рук бандитов, чтобы присяжные на им глаза смотрели, когда они принимают решение, если будут отпускать преступников. Это реально серьезная тема, поэтому, конечно, мы с присяжными должны будем работать очень серьезно по отбору, и когда отберем, когда будут заседания присяжными по уголам делам, а уголам делам, они все равно там по ряду направлений, или там ущерб, или там, ну, и другие вещи, это юристу лучше там объяснят. Поэтому я, конечно, призываю сегодня всех, кто идет к присяжным судьям, максимально постараться понимать, для чего они туда идут, что это не место зарабатывания денег, используя посредством родственников, а это место, когда вы принимаете ответственность и решение, ответственность перед Всевышним и перед родственниками тех, кто пострадал из этого, ну, так будем говорить, пока еще не преступника, а под судьбу, и, конечно, перед самим собой, ну, и перед законом. Поэтому я просил бы все-таки это учитывать, и максимально постараться понять, для чего вы туда идете, а если зайдете, то будьте добры, честно, и более чем патриотично работайте на этом направлении. В ходе рабочей встречи с помощником-советником Магомедом Салид-Абриевым, министром экономического развития республики, руководителем агентства инвестиционного развития Ингушетии, вы поручили аннулировать свидетельство инвестора нескольким предпринимателям. А с чем связано это поручение? Мы сейчас проводим расследование по тому, как помощь оказывается в мини-экономике и агентствам, целым муниципальным образованием, целым властью. Почему? Потому что мы видим реально затягивание вопросов по реализации инвестор-проектов, затягивание вопросов идет из-за нерасторопности чиновников непосредственно. Поэтому я думаю, что в течение 10 дней мы проведем расследование, а некоторые решения приму. Это первое. Второе, но есть и так называемые инвесторы, которые изначально подписывали невыполнимые соглашения с целью в том, что и отъема земли себе, или участка земли, или еще чего-то. Поэтому мы это тоже видим. И те, которым документы даны, право дано, и он ничего не делает, я дал командовать, и земли изъять. А тех, кто лоббировал эти интересы, из чиновников, их наказать. Если таковы имеются. В Москве вы приняли участие в заседании Госсовета по вопросам развития конкуренции под председательством президента России Владимира Путина. Какие направления госполитики по развитию конкуренции определил президент? Ну, во-первых, как сказал Владимир Путин, отсутствие конкуренции сильно бьет по экономике страны. Она так и есть. Любая конкуренция, она в первую очередь на благо людей. И по теневой политике, и по качеству товаров, и по услугам, ну и по оперативности в своих отношениях. Там были хорошие докладчики о том, что руководители федеральной антиманипульной службы. Объемный доклад и объемные задачи. Мы в течение 10 дней проведем у себя совещание по этому поводу. Малый госсовет, так называемый, проведем. Мы поставим себе задачи, но все-таки во всех сферах деятельности, не только в торговле продуктами питания, или шоколадными, и в сферах услуг ЖКХ. Много сфер. В том числе ряд услуг социальных. Не держаться за них. Почему? Потому что многие просто кормятся зашить этого, но сами услуги не оказывают. А передавать их предпринимателям, эти услуги. Тоже там социальное обслуживание населения, там какие-то вопросы есть. В том числе какие-то вопросы по здравоохранению. Какие-то вопросы по другим направлениям. То есть создавать конкурентную среду, чтобы все-таки у человека был выбор. Куда идти, как идти. Поэтому вот в этих вопросах мы должны максимально поработать, посмотреть. И, конечно, те поручения, которые по линии вовсе в это в ближайшее время придут, а мы их уже и так знаем, уточненные поручения, мы их тоже изучим, посмотрим. И составим план. И будем в рапах этого плана создавать такую хорошую конкурентную среду, рабочую конкурентную среду для республики, более республики. В Москве вы также провели ряд встреч с министром природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским. Вы обсудили необходимость проведения в регионе ряда экологических мероприятий. На итоговом заседании коллегии Минэнерго России вы выступили с докладом по развитию системы энергоснабжения региона. Также вы встретились с заместителями министра здравоохранения России и обсудили ряд вопросов по развитию здравоохранения в республике, в том числе строительства сельских амбулаторий. Какие решения приняты по итогам этих встреч? Мы всегда используем Москву как площадку. Когда мы там выезжаем, была задача и повод вылететь в Москву для участия в госсовете. Но потом мы это все используем для того, чтобы все-таки это время не то, что даром не пропало, а чтобы обойти все точки, все министерства и ведомства максимально изучить тему. И в том, чтобы попросить помощи, наложиться по итогам года прошедшего и задачи этого года. Ну и сейчас как раз активно идет фаза подведения итогов, итоговое заседание федеральных министерств и ведомств. Мы дружим, относимся очень хорошо друг к другу, поэтому приходится и уважать или уважить министров федеральных и посещать вот эти коллегии. Что мы обсуждаем? Конечно, с министром природных ресурсов, с министром здравоохранения, с министром энергетики. Мы с каждым те темы, которые нам сегодня нужны, нужны для республики. Поэтому и у министра природных ресурсов подписан документ, благодаря которому мы должны в этом году и продолжить, и закончить в следующем году благоустройство и рек, и прудов, и вопросы решительства БОО, ну и так далее. Много вопросов. Семейство Монеговецки тоже задачи по внедрению современных технологий, в том числе и собираемость платежей и так далее. То есть много вопросов, которые обсуждаются. Например, вчера мы очень обстоятельно пообщались с двумя заместителями министра здравоохранения. Пригласили в республику и порядок проектов получили подтверждение. Поэтому в ближайшее время, я думаю, что будет принято решение о строительстве психонерологического диспансирования здравоохранения. Ну и сейчас работаем над проектом по многопрофильной больнице. Ну и строительство раз и реконструкция тех ФАПов, которые уже износились в сельских поселениях. Что ж, это были все вопросы. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели еженедельное интервью главы Ингушетии Юн Узбека Баматгиревича Евкурова. Спасибо за внимание и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова